Девушки отдыхают 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 в наших школах. Поэтому у нас на улице кошмар происходит. Как учат детей беречься, так они не берутся, никак. То есть это все объемнищие. На службе государственной безопасности, кроме комитета государственной безопасности, который стоял раньше, это МВД, и комитет государственной безопасности не делился на разведку и контрразведку, на внешнюю какую-то, на это все это называлось. Первое главное управление – разведка, понятно. Второе главное управление – контрразведка. Управление погранвойск, которые, слава богу, после дурости допущенной вернулись к департаменту, отдали ФСБ. Отдали, потому что это разведка, это натуральная, и контрразведка тоже, это люди, стоящие вдоль периметра на охране государственной безопасности. Так же все понимаете, наш комитет государственной безопасности только в одном Советском Союзе насчитывал больше 10 миллионов так или иначе причастных. А кто это так значит? Оперативные работники, непосредственные работники, явные, там кто, кадровые работники, внештатные сотрудники, которые свой срок ослужили, но на охране госбезоплат продолжали стоять. Это, я помню, контрразведка, когда работал некоторых, просто говоришь с человеком и предлагаешь ему сотрудничать на общее дело. Это называлось вербовка, знаете все это такое. Но когда он говорил или она, это что, я агентом? Или стукачем буду? Я говорю, стукачи не у нас, стукачи, вот там, колхозники зоны так называемые, мы это у соседей, которые назывались МВД. Агентом? Агентом? Я говорю, да да. Дорогой ты мой, вот я здесь оперативный работник, ты агент, комитет госбезопасности. А если я поеду за границу, или ты, нас одинаково буду называть агент Кремля, или агент КГБ, все равно как. Я смотрел, для кого шпион, для кого разведчик, смотри, с какой стороны смотри. А то, что мне в кровь, в это важно. Ну, так я думаю, начали уже. Начали. Я же попробовал где-то. Поехали. Поехали. Короче, я вас с этим праздником поздравляю. Приятные мне воспоминания. Ты сам сказал, давай говори, а я ему подходил в подстрелок. Но отказался, ну хорошо, от этой идеи, говорит, ладно. Ты тогда прозорно? Нормально? Даже очень хорошо. Да нормально. Слушай, вы не застрелы? А что вы, прикладываю, не даете открыть? Товарищ, товарищ полковник, товарищ заведение. Извини, это шутка, конечно, такая. Я тебя поздравляю, больше всех имеешь прав, тоже, как и мы тут все, потому что ветераны отряды, работы. Так вот. Это как бы уходило в кровь. Я вот помню первое заявление, когда прошел тысячу тестов, 77-й год, тесты там какие-то, комиссии. Произбольный форум, почему ты хочешь служить КГБ? Я хочу, я хочу просто, как я прошу, служить в первых рядах, сражающих за безопасность моей родины. Не государства, не отечества. Ро-ди-ны. И никто другого не спрашивал, я прошел. И дальше. Ничего кроме родины я не знаю, государственной безопасности. Все фаты Ирланды мне как-то ни к чему. То есть это отечество в переводе на русскую. ФСБ тоже не знаю, чем они занимаются. Да мне и не надо это знать. С уважением. Поэтому поздравляю всех, кто хоть когда-то, хоть как-то, хоть в качестве кого-то имел отношение с КГБ. И не падал в оморок, и не кричал. Я не буду, я не буду, я не буду с Тукачом. С Тукачом никто у нас не был. А вот в 36-м старинское время были. Я там читал эти дела расстрелянные. Причем стучали друг на друга. Сосед на соседа. Сейчас повторяется то же самое. Я в деревне смотрю. Пишет милицию криминальную, полиция теперь уже. Соседка, которая там в европействе. Что у соседа, а сосед, капитан-подводник, на атомный ходил, лодка куда-то там, военный там, к там лейтенантам. Пишет заявление. Из-за помойки, из-за сутки. Там одна помойка, они хотели себе забрать и продать. А Атолий не хотел. И пишет на него заявление. Точно пишет. У него на участке, в квартире взрывчатка и оружие. То есть это признаки, знаете чего, подготовки теракта. Это давно занесено и правильно сделано. Даже анонимки сейчас принимаются. Комитет, государственный безопасный, только раз. Только анонимки. Внимание обращают. Другие будут способы проверить. Без доносов. Сейчас это сплошь и рядом. Те, только рассказывают. Я сижу, значит, там в подвале у себя как раз. И паркер оставляешь, уже оставлено по полку. Врывается собаку и буржет с автоматами. Перекопали все. Как-то мне говорят, ну послал бы, сказал бы, что в огороде. Пусть мы не как-то, что скопали заодно, ребята, милиции. Хорошо, дочка Юрия из международного права у него разобралась, приехала. И главное, без суда. Они дают эту прокуратуру, судье вернее, в суд, криминальной милиции пишут там. Тот дает разрешение на обыск. Ничего, конечно, не нашли, потому что какой из них? Но алкоголик уже, моряк все-таки, настрадался на атомных позвонных лодоках. С праздником я вас всех поздравляю и переходим мы. Спасибо. Николай Алексеевич, я тоже с праздником. И всех питает. Да всех, я же с этим поздравляю. Потому что при наличии всех идиотов, которые у нас могут быть на самых высших постах, в том числе и возглавляя. Ну так вот всегда ведется. На каждого умного по дураку все порно, все справедливо, как в песне. Все-таки наша безопасность, это наша собственная безопасность. И тут, хочешь не хочешь, спасение утопающих, дело самих утопающих. Ничего, никакой безопасности государства ты не схранишь, и с народа тебя не поддержит. Вот народ, я имею в виду, поздравляю. С тем, что мы еще живы до сих пор. Хреновенько будем жить, но все-таки живы. Какая-то безопасность все-таки есть. И поэтому я первую часть этого своего выступления сегодня, я начну с песен. Я не буду называть авторов, эта смесь так или иначе, они относятся к комитету государственной безопасности. Честно говоря, вот самые лучшие песни, которые были написаны, их написали в Искове КГБ. Сотрудники. Вот я с ФСБ что-то не слышу, как у ваших артификаций. Мы старые, так что-то не яга не буду. Вы их слышали все, конечно, на всех концертах, потому что так или иначе, они относились ко мне не станут. Сто тысяч дорог позади. Дорога, 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 дорога. У нас просто адрес такой. Дорога, дорога, дорога. Я выйду живым из огня. А если погибну до срока, останется после меня. Дорога, 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 сто тысяч дорог позади. И снова далеко, далеко. А что там еще впереди? Дорога, дорога, дорога. А что там еще впереди? Дорога, дорога, дорога. Дорога, дорога, дорога. Дорога, дорога, дорога. И не часто до старости доживают они, эти люди военные. Любят петь и смеяться, и грустят, грустят, как гражданские. А любимой своей только часто приходится им с Москвой расставаться. И все реже случается Обнимать сыновей Только часто приходится Им с Москвой расставаться И все реже случается Обнимать сыновей Эти люди военные Каждой славы достоин И пускай имена их В строгой тайне хранят Доказали не раз они И один в поле воин Доказали не раз они Им не надо наград Доказали не раз они И один в поле воин Доказали не раз они Им не надо наград Эти люди военные Ходят в форме так редко В орденах появляются, Вешав особые дни их работу нелёгкую Называют разведкой, И нечасто до старости Доживают они. Я теперь, я услышал ещё в школе участие. Потом попал контингута «Запас 7» Ещё раз уже услышал на курсах молодого бацанта. Автор не знаю, очень старую песню, весёлая. Мы идём тропинкой очень узкой И, наверное, ищет нас десант. Нас ведёт на половину русский Сэр Антоний – белый эмигрант. На тропинке нашей тёмной узкой КГБ вовек нас не сыскать. Сэр Антоний, как это по-русски? Раз, два, три, пять. Там, вдали, за синей горою Есть огромная страна США. А мы туда вернёмся, как герои, Только бы добраться нам туда. Будем пить вино из чары грузских И красивых женщин обнимать. Сэр Антоний, как это по-русски? Сейчас формулирую. Бедный твой мать! Папа отдал Джоннину в джерри два миллиона, Чтобы тот спокойно мог жить. Спи, папуша, папуля, Мальчики-шпионы, Небоскрёбы смогут защитить. Ничего, покажем этим русским, Как умеют янки воевать. Сэр Антоний, как это по-русски? Джонни бросил ферму в Алабаме, Записался Джонни в ФБР. И сказал своей старушке-маме, Мигом я смотаюсь в СССР, Ни один гектар попорчен кукурузки Узнать, как фермы разорять. Эй, сэр Антоний, как это по-русски? Бедный твой мать! Ночь тиха, шумит тайга тревожно, С вертолётов высажим десант. По тропинке нашей осторожно, Очень осторожно, Нас ведёт Антоний-иммигрант. Да с ним, друзья, мы попадём в кутузку, Сдаст ли, сволочь, не за понюшку-то боку? Сэр Антоний, ну как это там по-русски? How do you do? Песня относится конкретно к подразделению «Вимпел». Потом называлась «Младчеловек», который написал эту песню, звали его «Играхта». Умер он совершенно недавно, буквально на дне. В Кенигсберге, в Калининграде. А песня была гимном с самого начала, гимном Куоса, гимном «Вимпел» и остается до сих пор. Понимаете, что это подразделение, как Куоса, и как «Вимпел» в своём первоначальнике, было везде. У нас на имблеме стояла весь земной шар. Там были строчки такие, может, фрафрику написаны, не важно, и там, и там мы были, так что вот я сейчас пойду. Бой затих у взорванного моста, газет растаяла в мгле. Зампады, не терпящие удобства, умирает на чужой земле. Жаркая, нерусская погода застывает на его губах. Звёзды неродного небосвода угасают в голубых глазах. Умирает он, не веря в сказки, шав в руках разбитый пулемёт. И к нему на бедренной повязке вражеский наёмник подойдёт, подойдёт, посмотрит, удивится, скинет пистолет, прищурит глаз. Скажет, много ел я бледнолицых, русских буду кушать в первый раз. А в России зацвела гречиха, там не бродят дикие папуазы. Есть в России город Балашиха, есть там ресторанчик бычий глаз. По субботам и по воскресенью люди в ресторан идут гурьбой, среди них идут держа равнения. Парни с удивительной судьбой Узнают их по короткой стрижке, по бирлетам типа балахон. Их вокруг местные мальчишки называют дяденька шпион. Если где-то гром далёкий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть и вечным памятником стая проходная возле дурни. Если где-то гром далёкий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть и вечным памятником стая проходная возле дурни. Я долго думал, как выстроить сегодняшнюю нашу встречу. Чего мне петь? Получается, это про Афганистан. Так или иначе, подавляющее большинство написано, песен в Афганистане написано. А здесь первые ещё спеть, вот как мне написали, песню Кооса. Это будет два концерта. Но петь надо, потому что тоже не у ЧК. И у нас очень много погибших, на самом деле, за всю историю по ЧК, КГБ, СССР. Количество, даже то, которое публикуется, никогда не публикуется, числяется десятками тысяч. Это и битвы под Москвой, это по всему земному шару, вот от начала и до конца. Поэтому, как ни забои, всё будет там, где писались песни. Ну не знаю, почему, может быть, ощущали как бы острее всё происходящее, окружающий мир, одновременно критически, аналитически к этому относялись, но чувствовали душой. Может, поэтому первые песни в Афганистане, самые первые, с самого начала, были написаны офицерами Комитета Государственной Безопасности. Да и до конца это, в общем-то, всей войны так и продолжалось. Потому что запретов-то вроде есть, а вот это нельзя, тут нельзя. Ну, солдат запретить проще, всё, не слушай, ни кассеты не бери. Где ты был? А, у паскадёров, ну-ка, давай там, давай сюда кассеты на таможню. Ты где-то записывал, перезаписывал. А тут, ладно, никому не нажали. Да начальство, где оно там? Пой, чего хочешь, пиши, чего хочешь. Начальство потом само попросит. Давай, напиши, и мне перешли. Так вот. Поэтому такая вот песня. Да, всем привет. От Сергея Климова. Жизнь здоровая, с женой и дочкой там вместе. Воды по-прежнему горячие лета, там ничего нету. Но я вот не могу тут вспомнить, да, вроде как двоями. Это песня, первый автор этой песни, посвящена дате, которую даже наши, даже декабристы, кто штурмовал Кабу, не могут никак признать, что это не праздник. Не праздник. 27 декабря 79-го года. Не имеющий президентства в истории, в истории, вообще никаких спецслужб, это штурм Кабула. Но, прямо долго рассказывать не буду, просто этот праздник надвигаем, он, бутя, виноват, уже говорился. Это не праздник. Вот и с ними спал, говорят, мы же взяли, мы задачу выполнили, у нас праздник. Но были они убиты, и Паяниным, Герой Совета Союз по смерти, как-то командовал, многие еще были. Командир мой получил тяжелый раненый, ему доложил, что они на кредер, Леонид Григорьевич Козлов, Герои Советского Союза, здесь еще были многие. Валера, ну, наверное, Розин, получил боевую, это было именно ордер. И многие-многие были еще погибшими. Так что, какой же праздник? Задача выполнила. Конечно, праздник для спецназа, но что потом началось, вы сами знаете. Главная задача-то была выполнена. Все, власть поменяли, посадили бабу Раку. Ну, давайте, ребята, афганцы, мусульмане, вперед! Да, мусульмане. Ну, у вас мусульмане, знаете, что там происходит на Востоке. И они будут здесь, до Москвы дойдут, но сначала они развалят, чертову матери, Париж и Лондон. Если туда из Лондона, из Парижа, молодежь пишет топами. Европейцы уже там воюют в Игиле. Начали американцы, как всегда. Вот эти ребятишки, когда сами падут, их не спасет. Их там расстояли где-то на острове, в своем большом сидят. Пиндосы, они и есть пиндосы на Фрике. И бездумные, и тупые. И они не могут где-то за рукопашками. Сухопутные войска-то никто. Им все мог бомбить откуда-то сверху. Не знаю, как есть, не спорь. А? Есть, не спорь. Спорю, спорю. У нас в ядерной кнопочке есть, единственное наше спасение. Надеюсь, никого не пожелеть, в случае чего. И нажмите это на все. Все равно, рано или поздно, конец света. Чего тут? Всех нас разом, черт твою мать, отсюда. С этой планеты. И все будет хорошо и тихо. И начнется снова. Вот. Вот эта песня. Если это пойдет куда-нибудь на Ютубе, иначе будет... Карась. Вражение. Дружище, у меня связи не было, выду обязательно. Спасибо тебе, это сообщение твоё, что ты здоров, девчонка твоя примется. В декабре зимы начало, в декабре дни рождения есть. Для кого декабрь начало, для кого лебединая песнь? Для кого декабрь начало, для кого лебединая песнь? В декабре есть ещё, меня кроха спросит, потирая озявший нос. Папа, всем ли подарки приносит в новогоднюю ночь Дед Мороз? Папа, всем ли подарки приносит в новогоднюю ночь Дед Мороз? В декабре есть ещё одна дата, без отметки на календаре. Я тебя целую, как брата, на Кабульском чужом дворе. Я тебя целую, как брата, на Кабульском чужом дворе. Суету новогодней встретния. Слёзы радости, помни об этом и друзьям своим растолкуй. Отчего нам так дорог этот неуклюжий мужской поцелуй? Отчего нам так дорог этот неуклюжий мужской поцелуй? В суету новогодней встречи Всполни наш боевой отряд. Первый тост за ушедших навечно, Тот второй за живых ребят. Тот первый тост за ушедших навечно, Тот второй за живых ребят. Ну, эту песню, которую тоже все знают. Все знают, что я забыл твои слова. Вспомни, товарищ Морганистан. Бой за тихо, в окрестностях Кабула. Бой гремел в окрестностях Кабула. Бой гремел в окрестностях Кабула. Ночь слепила вспышками огня Не вспомнила нас и не согнула Винны люди крепче, чем броня Дипломаты мы не по призванию Нам били братишка автомат Чуткие команды приказания И в кармане парочка гранат Вспомним, товарищ, мы Афганистан Заревал пожарищ, крики мусульман Крохот автоматов, взрывы за рекой Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой Вспомним с тобой, как мы шли в ночи Вспомним, как бежали в горы посмочи Как загрохотал твой грозный АКС Вспомним, товарищ, вспомним, наконец На костре в дыму трещали ветки В котелке варился крепкий чай Крики мусульман, крохот автоматов Взрывы за рекой Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой Самолет заходит на посадку Тяжело моторами гудя Он привез патроны и взрывчатку Это для тебя и для меня Знаете же, ребята, мусульмане Ваша сила в том, что мы за вас И не надо лишних придыханий В море ходить на мне в последний раз Вспомним, товарищ, мы Афганистан Зарева пожарищ, крики мусульман Грохот автоматов, взрывы за рекой Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой Вспомним с тобой, как мы шли в ночи Вспомним, как бежали в горы посмачи Как загрохотал твой грозный АКС Вспомним, товарищ, вспомним, наконец Вспомним, товарищ, вспомним, наконец В 87-м году со спецзаданием В составе прорезь делегации Отправился я в США, в Соединенные Штаты Америки И потом произделил две недели После этого написал такую письму Ну там, 21-й век, впереди еще был конец В 88-м, 9-й конец войны в Магдистане Конец 14-го века И решил, что ни будущее, ни прошлое мне не надо Есть так, здесь я останусь Но написал такую песню То есть в Советском Союзе Он ничем не отличался Когда мне задавали вопрос там где-то во флавире Местный журналист А вот чего нравится мне, что важный Да никакой У вас тут негры обкурившиеся валяются в этих самых У нас безработные, бомжи там гуляют У вас хиппи, у нас хиппи У вас эти там квотеры, у нас такие же У вас и ракезы, у нас тоже У нас битлсов, у нас битлсов Ничем Только я отмечаюсь о нем, но это не сказал, чтобы их не обижать Американец ничего не хочет знать, никакой У него вот, если ты видишь, что можешь украсть миллион И ты не своровал миллион Значит ты лузер Ты видишь, деньги не взял, любыми средствами варок Ты лузер Совестник какой-то Они знают Никарагу где-то там Вот вовремя какой-то доктор Хайдер, которого никто не видел в Вашингтоне Два раза в день в палатке сидел, чего-то там голодал Им плевать, кроме на свой кошелек и американцам на карьеру больше ничего не надо И тупые они Они в то время думали, что 16-летняя школьница, на квартире мы жили У ее отца там в Алабаме Значит, она действительно думает, что мы с Японией воевали Пусть будет в Соединенных Штатах, в Великобритании, а союзниками у них будет как раз немцев и американцев Про Перл Харбер, они вообще ничего не знают И об этом не говорят Японцы хороши, а как она может быть хорошей, когда там у них в дюху целуются Японцы не потопляют, я иной в США Уже такие все ходят Не надо, вот такие Не надо уже японкам там на окинале, сколько торчат пендосы Там уже вот так все перемешалось Красивые японки, ничего я не скажу Голоса европейские, наглые, американские у них все, на календарях смотрите какие, на японские Такие только на кубик, да тоже все перемешалось за столько веков Ну и японские товары, японские машины попали как раз в то время, когда Вот было вето наложено на продажу японских автомобилей в США А вот тут проездили газ, поэтому никто не трогал В это время, смотрю, там местные телевидения, арестовали двух морских пехотинцев из посольства Соединенных Штатов из охраны Которые вступили в какие-нибудь интимные связи с какой-то нашей девушкой Потребляемся в пионажах идет, ну сейчас травля начнется Мне сказали потом, не бойся, ты же Я говорю, ну я же офицер безопасности там Стоят в вторую очередь, никуда не лезь, куда не надо А потом секретарь, не секретарь, а офицер безопасности что-нибудь Да ладно, они так знают, проездили газ, просто так не ездят Тут хоть журналист пишет, хоть садовод Четок, это Когда ездят, то в Грузии они, то к ним Но вот я после этого посещения Америки больше не хочу, мне не интересно Звали, приглашали, вот там еще работу найдем Грин-карту получишь через год, живи, а сейчас всем там и дружи Я в Китае всю жизнь мечтал, в Индию туда А в турпоезд по Монголии, месяца на два Но если что, путев в Монголии на лошадь стоит дороже, чем на Сейшену там поведет А сейчас я не знаю, как там срублено, не поедет никак Ну ладно, история очень дискальная, так не знаю Но вот песня из Соединенных Штатов Посвящается тоже сотруднику всем, тем царь безопасности Которые судьба и приказы вносят по всему темному шару Поэтому, дорогие наши, ждите нас Обязательно вернемся А если не вернемся, то без вас все равно ждите Появимся неожиданно, как всегда, где-нибудь, когда и мы сколько От Капула и до Вашингтона Побродяжничать выпало нам Корабли, самолеты, вагоны То пожары, то вспышки, рекламы Обними на прощание друга Где увидеться вновь суждено Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Расставание не повод для грусти Просто новых событий и виток И речное невысохнет устье Если будет надежен исток И за гранью полярного круга И в пустыне, где все сожжено Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Наши женщины, пусть не стареют Ожидая нас с дальних дорог А друзья, даже если сидеют То не позже, не раньше, а в срок И пока что гитара подруга С неуемной душой заодно Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно От Кабула и до Вашингтона Обродяжничать выпало нам Корабли, самолеты, вагоны То пожары, то вспышки рекламы Обними на прощание Обними на прощание друга Где увидится вновь суждено Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Что нам, старый товарищ разлука Но к разлукам привыкли давно Значит, эта песня появилась недавно Замечательную песню Написал человек, который Никакого отношения к комитету Никакого государства безопасности Ни к фейсбэйк, ни к разведнику Ни к контрразвителю Не имел Но это был второй гимн Вымпела Немногие ее знают Да, был фамилия человека Да это не важно, просто кто-то из наших С ним общался Ого, очень много, ну не лишнего Это уже было После того, как Союз закрылся Союз рассказал Значит, такая Называется Полковник спецназа Он был диверсантом Он дьяволом был В песках Чернокожий анголый Полковник спецназа Работу любил Хоть и был не в ладах С интерполом Полковник спецназа Такой молодой Агент Легальной разведки В огне не сгорел И пропал под водой За две боевых Пятилетки В огне не сгорел И пропал под водой За две боевых Пятилетки Полковник спецназа С холодным лицом Налил пол стакана И выпил Полковник спецназа Был лучшим бойцом В команде с названием Выпил Полковник спецназа Был лучшим бойцом В команде с названием Выпил В ущельях Паншера Под серой чадрой Скрывал он славянские скулы От страха его Называли чумой Пятилетки 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 Полковник спецназа С холодным лицом Налил пол стакана И выпил Полковник спецназа Был лучшим бойцом В команде с названием Выпил В Америке В Америке Дельта В Испании Гал Его безуспешно Искали А он в это время Рыбешку текал Из речки На ближнем Урале А ночью Покинув Родные места Летел он Над сектором Быть может, в стране, где распяли Христа, Сегодня полковник спецназа. Полковник спецназа с холодным лицом Налил полстакана и выпил. Полковник спецназа был лучшим бойцом В команде с названием «Выпел». Полковник спецназа был лучшим бойцом В команде с названием «Выпел». Первая, вы ее знаете, это фильм про сотрудника НКВД, про НКВД, про зарубежную разведку, стратегическую разведку. Называется он «Щит и меч». И любимая песня, я скажу потом, к чему она связана, любимая моя песня и фильм тоже. Но я читал роман, газеты раньше в 2-м году. Про жектор шаг говорит, осторожню эту приверку, И ночь поэтому нам кажется темней, Который месяц не снимал и не настегал, Который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, В кисете вышитым душистый самосад, Солдату лишнего имущества не надо, Махнем не глядя, как на фронте говорят. Солдат хранит в кармане выцветшие шинели, Письмо от матери до горст родной земли. Мы для победы ничего не пожалели, Мы даже сердце, как анзе, не берегли, Что пожелать тебе, товарищ, перед боем, Ведь ты в огонь и дым идешь не для наград. Давай с тобою поменяй все судьбою, Махнем не глядя, как на фронте говорят. Мы научились под огнем ходить не горбясь, Жильем случайным расставаться не скорбя. Вот потому-то наш родной гвардейский корпус Сто грамм с прицепом надо выпить за тебя, Покуда тучи над землей родной клубятся. Для нас покоя нет и нет пути назад, Так чем с тобою на прощанье поменяться, Махнем не глядя, как на фронте говорят. Я любил и любил и любил и любил и любил и любил Чужизм Баги Филд. В 7-м году, дожидаясь, Я Баунский институт закончил, Дожидаясь, а чего я дождался, Треклон ощутил, надо 3 месяца ждать, Пока допуск в особое конструкторское бюро, Мы идти еще и дольше на строительного завода, Специальности конструктора там. Делать было нечего. Между встречами с будущей женой, А так ничего. Я еще раз перечитал этот роман, Еще раз и написал такую песню. Она в общем не похожа, но про одно и то же. Так что получилось, Может быть удивитесь, Но получилось именно так. У меня. На чем больше я не думаю, что А на войне, как на войне, А нам труднее того, на войне едва взойдет Отцов, камеросы. Мы не прощаемся ни с кем, Чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, Уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная разведка, Мы без дел скучаем редко, Что ни день, то снова бой, Снова бой. Ты сестричка в медсамбате, Не тревожься, Бога ради, Мы на свадьбе доживем еще с тобой. Так, микрофон, по-моему, не работает, да? Работает. Ты сестричка в медсамбате, Не тревожься, Бога ради, Мы на свадьбе доживем еще с тобой. А если так случится, друг, Тебя навек оставит друг, Не осуждая его, война тому вину, Тебе наш короткий старшина Отдаст медали орденал В разведке заработанной милой Батальонная разведка Мы весь дел скучаем редко Что ни день, то снова поезд, снова бой Ты, сестричка, в медсанбате Не тревожься, Бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Ты, сестричка, в медсанбате Не тревожься, Бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Когда закончится война, и все наденем ордена Мы рвы сядемся дружеским столом И вспомним тех, кто не дожил, кто не допел, не долюбил И чашу полную товарищам нальем И мы припомним, как бывало, хоть шагали без привала Брали проволоку, брали языка Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу И последнюю щепотку табака Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу И последнюю щепотку табака Батальонная разведка, мы из дел скучали редко Что ни день, то снова поиск, снова бой Ты, сестричка, умеется отбати, не тревожься, Бога ради Я звалю, покажи, он еще с тобой Ты, сестричка, умеется отбати, не тревожься, Бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой АПЛОДИСМЕНТЫ На этом с вашего решения я чехистской письме закончу Они все равно будут все по Афганистану, все равно описаны моими друзьями Все равно будут, но главное, чувством долга Поздравляю всех, и сотрудников милиции, и в общем всех тех Кто пришел работать в правоохранительные органы Не зависит от чего, но как завещал Филис Джеренский Человек, очень нужно, мне кажется, сейчас и давно уже нужно В нашей стране всем правоохранительные органы Пришел на передний край борьбы за безопасность Ты должен быть с чистыми руками, горящим сердцем и холодной головой Другим карьеристам и прочим, им там просто не место Ничего не сделать, только все испортить, как всегда Потому что умным учить, дурака учить только зрять, а умным учить только портить А мы были умными, а про нынешних мы нет, скажите, сам помню, какие ли у нас тут Так, бог с ними, со всеми, праздник, встреча у нас уже продолжается Я тогда буду с вашим решением перемешку все петь, как удачно поможет сделать горстаков Он все смешал в одну кучку рушат, получил все слабое Я решил, что тоже так, потому что выстраивать куда-то и чему-то Но все равно, значит, я что решил-то? Вы пишите, это перейдет на второй часть, пусть перерывать Вы, если хотите услышать по заявкам, вы еще просто пишите как-нибудь И я обязательно все это делаю А сейчас я вам... Вот уже есть? Это просто клавишка А, да, все Я про этот партюр, Мишки Михайлову, песню Да, споете, я тебе обиделся Я сюда буду складывать, потому что это после перерыва А когда перерыв будет, мне сейчас администратор расскажет Это я просто вот сюда кладу, никуда не прячу Так, вот это не то Я сюда его складываю А я просто... Я решил вот с вашей помощью... А, нет, сейчас маленькое отступление, вот Вот сидит самый младший у нас, чем здесь Просто не послушаю, но я специально сейчас за вас Как вас зовут-то, мадам? Мадам, пожалуйста, пожалуйста Аня Как? Аня Аня А, Анечка Так, вот, мне напомнили мои администраторы Я восстанавливаю свой рахив И они каким-то, я не знаю как У меня никогда не получалось, а у них получается Особую игру Достать, может, чего угодно В другом конца света И он привез запись моего другом того, которых я забыл Я не знаю автора этой песни, но когда у него дети были совсем маленькие А у них было... Это Вовка, Мурзин Знаешь, что ли? У него было четверо детей Анячка, да? 14 лет, а младший ему 5 лет Когда у него... Он вернулся до Афганистана, а у него умерла чем-то с хорстикой его жена И мой отец У него потом дядя расстался А то, что у него... Я пел, а я приезжал к нему туда, подержать Потому что он был, как бы... Ну, понятное дело, тут остался, он приехал Он капитан, первый раз Хотя он не признает, что он матрос У него красные прострелы Он строительный Но без него ни туда ничего Без Вовки, Бондузи, Без Вовки, Мурзины Без электричества Ну, не важно Значит, я вам передаю привет и поздравляю Там то же самое Потому что вместе мы стояли там, далеко за границами И все вместе воевали за безопасность На этой, раз при этом, безопасности никакой А тогда-то была Тут спокойно все спали Там в Аганистане могут говорить правильно В Аганистане где-нибудь замерзающие кто хочет здесь Ну, не важно И у него были, я приехал к нему Ну, и... Мы с ним водку пили, а у Кирсов-то я не те Все спать вкладывал, разные такие А он, слушай, сейчас я спою такую песню Анечка специально для вас Потому что важно его уважать Ну, как на военном совете, в филях Кого? Кого? Сам влашил и слушай В чем ты предложишь Сдавать Москву или не сдавать Москву И будем биться до конца На входе так же, кстати Как он так Называется Аня Это синий краб Знаешь такую песню? Нет? А крабы видела вообще? Крабы? Да Такой А это большой, синий Такой Ну, хороший Краб Добрый На, ну, сейчас про него песню Специально давай Спеши ли фолью Синий краб, синий краб Среди черных стал в тени Синий краб, он приснился мне во сне У него восемь лап, две огромные клешни И серебряные звезды на спине У него восемь лап, две огромные клешни И серебряные звезды на спине Рыбаки ловят рыбу, китобои пьют котов Телом занят с утра и до утра Только я с той поры позабыть про все готов Тот залив ищу, где водится мой краб Только я с той поры позабыть про все готов Тот залив ищу, где водится мой краб Ну зачем он тебе, этот синий дверь морской С ним в беду очень просто угодить У него страшный вид, он, наверное, ядовит Не сварить его, не в банку посадить У него страшный вид, он, наверное, ядовит Не сварить его, не в банку посадить Сто ночей, сто ночей буду думать все о нем Сто ночей буду плакать и грустить А мне бы только взглянуть на него одним глазком Ну просто так посмотреть и отпустить А мне бы только взглянуть на него одним глазком Только так посмотреть и отпустить Синий краб, синий краб Среди черных скал в тени Синий краб, он приснился мне во сне У него восемь лап, две огромные клешни И серебряные звезды на спине У него восемь лап, две огромные клешни И серебряные звезды на спине Нет, Афи, даже у вас с мамой восемь лап изобразить не получится Маловато будет Ух, 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 ух Ух, 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 ух Ух, 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 ух там не кончилась война. Дорогие друзья, я вот в вашей помощи встрепенулся и стал что-то писать и описывать. Я написал такие под давлением суровых санкций администраторов наших и ваших добрых глаз и аплодисментов. Я тут проводил эксперименты, но начал писать самое главное. Половина сгорела и все. Выставил, много песен сделал, не доделал, в следующий раз покажу. Вы же помните выступления, я там менял, забывал что-то, менял, менял. Ну так невозможно, я не умею писать с одного раза и долго занимается время. Поэтому я сейчас хотел бы те песни, которые за уходящий год с прямой вашей поддержкой и помощью я записал, закончил, до конца сделал и сейчас их спит в этом году. Для меня это большое, очень большое за последние 15 лет. Больше. Большое достижение. Ну так что вот, я этим горжусь, что я сумел это все сделать. Я поэтому сейчас поеду. Перемешку они будут идти, да? Ваши разрешения. Да, там большинство касается Афганистана, есть и своего мира, но сначала все-таки Афганистан, потому что здесь много боевых друзей и люди так или иначе с Афганистаном соприкоснувшиеся. Весь народ, только кто-то заметил, что была война, да, и прочувствовал ее. А кто-то там из народа нашего, великого и могучего тогда советского, было абсолютно так. Главный шмот кишки. А что цинки в меч летом. Значит, поэтому рейд называется по горам. Или маршрут судьбы называется на песне. Потому что неизвестно куда, те приказы есть, но те районы, куда нас посылали, не было даже карты. В городе Москагорье, там погиб, мы попросили. Как ни было в Генеральном штабе, вот на тот Альпийский границы сходятся. Но не дали, все выдали секретно, а тут никто не знал ничего. И когда отправляются кто-то, это не мы. Мы так высоко не лазили, это специальная подготовка. На альпийских егерей надо было воспитывать, но это было крайне мало. А мы забыли, вот, мы все забыли. Мы опыты партизанской войны, 2012 года, номинаты девцев, Альпийский грязь, соответствующее вооружение, там это. Забыли совершенно, о следующем песне расскажу. И не хотели помнить англичанами, куда они? Нагорных пушунов своими полевыми пушченками, так и... Ну, это вот такая, это значит, совершенно спокойная... Сначала назвал афганский пастарайль, Пастарайль, знаете, такая, глубушка аркита, лужок пастушок, пастушок, овечки пастут. Он сидит, дует, все замечательно, головка луна, голову склонила, там, пастушка в мини-юбке, пастушок в шароварах таких, как в драйной шапке, сидят в ду-ду-ду. Дело бы лучше заняться, овец пошли, пастли, что ли. А тут-то вынужденная такая пастарайль. С виду, на самом деле, это серьезное, очень серьезное движение. Куда-куда еще никто не ходил, и ворон красиво-красил. И судьба не обозначена совершенно. Не маршруты есть, а в конце чего будет, никто не знает. Даже генерал, значит, пока. На востоке области туман, Гори за навешанной туман. По горам плетется караван, Мы с тобой идти за караваном. Но пока на базе мы сидим, Курим в ожидании командира. Горький военторговский Памир, У подножья горного Памира, Где на маршрутах судьбы Верстовые столбы Не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы Только горы и мы, И никто ни за что не ответит. Генералу вызван командир, Уточнять маршруты и задачи. Мы сидим, глядим на этот мир, Наш маршрут никак не обозначен. Вот такая братцы постарали, На войне бывают постарали, Занесло ребят в такую даль, Где они отроду не бывали. Где на маршруте судьбы Верстовые столбы Не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы Только горы и мы, И никто ни за что не ответит. Вышел озадаченный комбат, Увеличить требует быкашки, А маршру в воздухе кружат, С высоты он кажется букашкой. Армины добычу стерегут, И марлан плевать на вертолеты, Вечни турбины скоро заревут, И поднебут в небо нашу роту. В маршрутах судьбы Верстовые столбы Не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы Только горы и мы, И никто ни за что не ответит. Где внизу раскинутся поля, Раз стерегутом, А скутным одеялом, Скутным, А все-таки земля, Лучше, чем снега за перевалом. Нас вертушки высадят, Уйдут, Просвистят, 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 Протужены винтами, И ребята встанут на маршрут, В точке где-то там, Под облаками, Где на маршруте судьбы Верстовые столбы Не укажут дорогу к победе. На маршрутах судьбы Только горы и мы, И никто ни за что не ответит. На маршрутах судьбы Только горы и мы, И никто ни за что не ответит. В этом году написано, Уходящему году написано, Испытанное и пробанное, Как я сказал, Дорогие мои, На вас, На реакции. Ну, надо же видеть Обратную реакцию. Если смотришь, Не помнишь, Не тот и слепил, Потом забыл, Дома допишу, Переделаю, Еще раз спалю, Может пройдет. Вот так и работает на песне. У меня больше всего не получалось, А так же я вижу, Почему я еще не могу видеть, Как слушаю новую песню. Вот эта песня новая. Была песня вроде про горы, А вот сидит Нашего родного, Из 160-го отдела Мостровского полка, Героевского представителя, Вот единственное, Остальные сегодня отмечают. Правда, Ну, он пришел, Месяц в двух, И они пришли сюда, Значит, И он подтвердит каждое слово, Что я скажу. Мы с полком, Вокруг горы нас, И дальше, Гендукуш начинает, Дальше там, Памир дальше, Мы стояли, Они стояли, Да и мы тоже, Подружки, У нас все равно, Одна долина, А вокруг горы. И зимой очень красивое зрелище. А некоторые, При хорошем дне, Снега не таяли, Не стояли там, Далеко, Значит, Знаете, Горе лазили. Может быть и не у нас так высоко, Но в Афганистане, Есть снимки, Где сидят наши пограничники в горах, Вот так вот. И наши сидели, Блох посты, В горах, В снегу, И так месяца два. Ну и вот это, Но это помнится, Помнится, В общем-то, Что сказать, Война войной, Но с точки зрения глобальной, Это все мелочи. Государство, Родина моя, Не касается войны, Там выполняют, Долго защищают. Мы что-то там ползаем, Мы что-то делаем, Кто-то кого-то бьет, Реет от осады, А я представился где-то Миллионы, Миллиарды лет, Вот гора сидит. Господи, А внизу, Ну вот, По слону ползают муравьи, И даже не подозреваешь, Что по слону ползают. Вот это весь мир, Вот хоть вот так, По гробу надеюсь, Хоть над хоботом хвоста, И муравьи счастливы. Причем, Одни нападают на других муравей, Большие живут, Маленькие живут, Маленькие живут, Клю, Там еще что-нибудь такое, Крой разве, А мы здесь. Песнь такая, Она, конечно, не патриотическая, Она философская. Но, наверное, Так же думали мудрейшие люди, Нельзя же в горы уходить, Лазить, Рерих, Гумилёв. Наверное, где-то там Центр человечества, Шамбалы, Для человека в высоте, А то бы все это превратили в масштабу. У Москвы губы там, Шамбалы, Шамбалы, Тибет этот, Кабулыч, Хотя они же в Москву от Кабулыча не отличаются. Тоже базар большой. Правда, у нас как БУ еще пока, Там два же базара, Зеленый и Грязный. Вот у нас пока еще Зеленый, Но скоро сравняюсь со всем. Песни про горы, И про ничтожность в общем, Но и про гордость. Солдатскую. Понимаете, Вот это на вершину, Я не знаю, Человеку нужно просто так Карабкаться на вершину, да? У нас же симметричник, Я покорил. Ты вниз посмотри, Дядя, Внизу облака, Кого ты покорил? Но когда это делается в бою, Под большой кровью, Вот, Как долго сражались за Эльбрус, да? Немцы, вспомните войну, Установили там флаг, Наши сняли, Поставили флаг советский. Здесь то же самое, Примерно. И с точки зрения, Это потом такие мысли приходят, Чего мы там, конечно, Что-то мы горами шастаем, Но они совсем не так, Там туда мало туда забраться, Надо врага тут еще выпить, Закрепиться там еще, И ждать, когда полк потянется, Пою в игру про все. Так что, Это потом приходят, Такие мысли, Которых я сейчас пою. Помню все на самом деле, А то тут вот так я вот, Для красного сладца, Для рифмы, Я ничего не забыл. Тут немножко слонка, Я давно позабыл те бои и походы, Только почему-то забыть не могу, Как стоя, подтирая, Небесные слоты, Горы в белом снегу, Горы в белом снегу, Горы в белом снегу. Не коробкались ввысь, Пропилились повидь, К Богу, Прощая грехов Не себе – Не врагу, И глядели на нас, Желиво и строго, Горы в белом снегу, Горы в белом снегу. И глядели нас, Молчили его из труда, Горы в белом снегу, Горы в белом снегу. Этот снег, что веками Лежит на вершинах, Где троп не сыскать Ни проезжих дорог, Недоступен ни танкам, И бронимашинам, Только стёртым подошвам солныцких запог. Недоступен ни танкам, И бронимашинам, Только стёртым подошвам солныцких запог. И тогда взвергали огнём Перевалы И от зима трещала дровя летников, и в жестоких боях земли не хватало, в этом море огня и холодных снегов. И в жестоких боях земли не хватало, в этом море огня и холодных снегов. Я немало ходил по морям и по сушам, и в чужой стране, и на чужом берегу. Вспоминал почему-то хребты гертугуша, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Вспоминал почему-то хребты гертугуша, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Там в больших городах плещет море людское, и от его машин нескончаемый гол. Вспоминал почему-то хребты гертугуша, горы в белом снегу, горы в белом снегу. И встают предо мною горы в белом снегу, горы в белом снегу. И встают предо мною горы в белом снегу, горы в белом снегу. Слон в пене волнам замерла на бегу. И покуда я жив, никогда не забуду. Эти горы в снегу, горы в белом снегу. И покуда я жив, никогда не забуду. Подольстанские горы в белом снегу. Спасибо. Не знаю, кто ее написал, но услышал давно, ведь песни почти все восстановили. На конце эти песни Советик, я слышал эту песню. Но когда наши собираются, мы обещали, ну, не важно, где он там. Там написано, как и мы здесь, в Кабуле, на Вильяме, там, на Вильяме, в Фазабаде. Но он называется это «Майор Иванов». Она также относится к Афганистану и к нашей жизни там, как и ко всей и в других странах, где мы бывали, а где не бывали, в наших, так и в Афганистане, да их видят такие, ну, неважно. В какой? Безразличной. Стране. Сонародичной. Одном из огромных, чужих, Пирата. Живет неизвестный. Живет мистер Джексон. Он Джексон и он жBoxHer Track. Майор Иванов. Живет неизвестный. Живет мистер Джексон. Он Джексон и он жpath vegetarian. Но и Иванов. Чтоб быть в русле жизни Он делает бизнес Он враг коммунизма Он в общем аскет Как все за границей Он ходит молиться А где-то хранится Его партбилет Как все за границей Он ходит молиться А где-то хранится Его партбилет И нету наград И виллу соград На риск каждым утром Тот вымпел идет А где-то в Ростове А может в Обскове А может на Волге Семья его ждет А где-то в Ростове А может в Обскове А может на Волге Семья его ждет Не может так статься Что их не дождется Когда он с работы Вернется домой А просто однажды Придут к ним И скажут А вдруг выполняет Погиб как герой А просто однажды Придут к ним И скажут А вдруг выполняет Погиб как герой Так в какой безразличной Стране заграничной В одном из огромных Чужих городов Живет неинтересно Живет мистер Джексон Вот Джексон Илья Илья Иванов Аплодисменты А потом Герой Семья Леон weeks Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...